Воскресенье Отца Который Забрав часть полагающегося ему имения Ушел на страну далечую И там Погрязнув во грехах В распутстве В пьянстве Извел все это имущество И когда оказался на грани Жизни и смерти От голода, от истощения Видимо от болезней Хотя об этом Евангелие не говорит Но ведь всякое истощение Сопровождается потерей здоровья Вот тогда И вернулся к своему отцу В памяту о том, что даже слуги отца Питаются лучше, чем он И живут куда лучше, чем он И отец принимает Этого блудного сына Этот поступок отца Вызывает ропот у другого сына Послушного Который всегда жил по воле отца И которому, по его словам Отец не давал ему многого того Что, может быть, он считал заслуженным Этот добрый, верный сын Но Господь Под образом хозяина дома Никто иной, как Господь Является нам через эту притчу Простирает милость свою К падшему Потому что человек Не упавший И так силен А тот, кто упал Кто сильно ударился Кто потерял равновесие Потерял жизненный ориентир Тот особенно нуждается в поддержке Кстати, слово «блуд» В славянском языке Это слово прямо связывается С другим понятием и словом Это заблуждение Это потеря ориентира Это потеря правильного пути В нашей художественной литературе И в обиходе Под словом «блуд» Подразумевается в первую очередь Греховное деяние человека Связанного с незаконной близостью Но это только одна из разновидностей блуда А на самом деле блуд Это и есть потеря ориентира Потеря правильного пути в жизни И, конечно, всякое греховное отношение С другой личностью Неблагословленное Богом Это и тоже отклонение От правильного истинного пути И знаем, что это заблуждение Этот блуд Никогда не приносит человеку счастье Блуд есть потеря правильного пути И в жизни очень часто так случается с людьми И тогда, когда они действительно Вступают в незаконную близость с другими Но не только А когда они отказываются от Бога Когда они отказываются признавать Единственно правильным тот путь в жизни Который Господь предначертал Они тоже блуждают по жизни И знаем, как это блуждание Часто сопровождается Очень болезненными ударами А те препятствия С которыми человек По неволе на этом пути Встречается Сегодняшнее Евангельское чтение Помогает нам понять Что для того, чтобы Не сбиться с жизненного пути Для того, чтобы не впасть в те трудности В искушение Через которые проходит Человек потерявший жизненные ориентиры Нужно иметь Сильного путеводителя по жизни Очень мощный ориентир Компас некий Который помогает человеку Действительно не заблудиться И вот этим компасом Этим ориентиром Является сам Господь И если мы живем по Его заповедям Если мы принимаем Его Слово Если мы руководствуемся Его учением В той мере, в какой способны Конечно, все это существить Вот тогда, несомненно Мы обретаем способность И возможность Даже в крайнем случае Когда сбиваемся с пути И начинаем блуждать Выйти на единственную Спасительную дорогу жизни Ну а как же Действительно Мы можем вернуться на Правильный путь Через что мы должны пройти Чтобы обрести спасение Выйти из некоего Жизненного заблуждения Сегодняшнее Ивангельское чтение Говорит нам о том, что Искренним и сердечным Покаянием пред Богом Мы можем обрести Возможность Даже утратив верный путь В жизни Снова его обрести И вот это Ивангельское чтение Которое предлагается нам В преддверии Великого Поста И должно всех нас Настроить На правильный Духовный лад Каждый проходит Через искушение На пути каждого И дай Бог Чтобы через покаяние Дарованное нам Самим Господом Особенно в течение Святой Четыридесятницы Мы могли преодолеть Искушение И соблазны И вновь вернуться В Отчий дом В то место Где обретается спасение Через общение С самим Господом Аминь С воскресным днем Поздравляю вас Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok